Вот это новая операционная лампа, вот это новый операционный стол. Новое оборудование уже в бою. Сейчас здесь никого нет, чтобы можно было провести съемку. А на столе напротив в это время осматривали пациента. В Крывой больнице скорой помощи нет простоев. За год учреждения принимает 52 тысячи человек. Сделать помощь еще более эффективной теперь помогают современные аппараты – лампы и столы. Сколько операций в день на этом столе проходят? В среднем? На этом столе по-разному. От пяти до семи может больше быть. Функциональность другая совершенно. Различные можно конфигурации в нем использовать. Для работы травматологов доступен рентген, для хирургов столы устанавливаются под нужным ракурсом. А новые лампы мощнее предыдущих. Для их монтажа даже останавливали работу операционной. Крепятся они на другом этаже. Специальное оборудование, вернее приспособление, которое сквозь потолок на большие анкерные болты, которые крепятся только так. То есть разбирают. То есть две операционные, по сути дела, на время замены выходят из строя. Пять лет оборудование уже морально устаревает. Может не поддерживаться производителем. А в настоящее время это немножко затруднено. И переход идет на других поставщиков. То есть, как популярны сейчас говорят политики, разворот на востоке. Новое оборудование родом из Китая. Первые два операционных стола поступили в больницу в конце 2022-го. Таким образом, за год учреждение технически обновили на 37,5 миллионов рублей. Круглосуточно и ежедневно принимают тяжелых больных отделение нейрохирургии, отделение тяжелой сочетанной травмы. Чередуются по приемным дням хирургические отделения первое и второе. Половину города принимать ежедневно и круглосуточно отделение гинекологии. Центр травмной кисти ежедневно и круглосуточно тоже принимает больных. И вот тогда, когда такое количество поступивших больных в различное время суток, столы и светильники не отдыхают. По итогу прошлого года стационар больницы скорой помощи выполнил почти 12,5 тысяч операций. Почти полторы тысячи из них высокотехнологичных. Уже известно, что в следующем году в учреждении заменят еще один компьютерный томограф. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.